Был летний августный день, жаркий и в то же время освежающий ветреный день. Это было 3 августа 2022 года. Наш герой. А героя звали как? Скажите. Как скажете, так он и будет называться. Ну-ка. Ну, хорошо. Вы хотите, чтобы его звали Водолеем? Хорошо. Он Водолей. И вот на этом мы, так сказать, укрепимся, потому что герой – это основа. Водолей – знак чудесный. Чем? Что наканчивается на ей. Но никто бы никогда не начал преимущество перечислять, называя окончание знака. А вот я сказал, Водолей – это ей. Это греческое окончание, которое типично для имен. Ну, правда, вы видите, Водолей вроде как уршпрунглих, то есть первоначально нарицательное имя. Это название символическое знака астрологического. А вообще вот имена собственные, а не нарицательные, они часто имеют окончание ей и говорят, что я из Греции, и я мудрое имя, я греческое имя. Потому что Греция обозначает не что иное, как Жреция, то есть страна жрецов. А что у нас по всему земному шару была русская цивилизация, ну, она, правда, древняя русская, но от этого нам не хуже. Это тотальная русская цивилизация. Здравствуйте. И эта цивилизация, как видите, даже поздоровались со мной наши русские, вот как сердце у них работает в один ритм со мной. Эта цивилизация не имела никаких там греков. Ну, вот есть еврейское имя Зеведей, тоже Найей, или Майзей. Ну и что? И что вы думаете? Это какие-то еврейские имена? Да боже, нет. Это обыкновенные те же имена той же группы Найей, которые связаны с великими личностями, связаны с избранными личностями. И все равно это греческий язык, когда Найей заканчивается. Ну, скажите, а это же вот еврейские два последних имени вы назвали? Да, 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 назвал, конечно, сказал Водолей. Но это то, что Найей в рамках единого языка, кроме которого ничего нет, это просто определенные имена для выдающихся людей. Ну, вы скажете, а Водолей? Так Водолей, он и не претендовал на имя собственное. Это у нас герой вот так взял и назвался. С нашей же подачи мы же решили все вместе, и он вам что-то интересненькое сегодня расскажет. А что он интересненькое может рассказать? Ну-ка, ребята, что он такого может рассказать? Что жизнь прекрасна, раз. Что у людей много фальшивых понятий, два. Вот они носятся с этими евреями, которых нет. Нет, это просто, ну, как сказать, определенная категория людей, которые были близки к жреческим видам деятельности. Жреческим, то есть высшим видам. Только и всего отравили их в средние века, потому что им католики завидовали их происхождению, их способностям, которые они нарабатывали за счет круговорота жизни и все время совершенствовались. Вот поэтому на них началась травля, как и на прочих всяких там ведьм, колдунов, вот так же и на евреев. Ну, они, кстати, выкручивались очень лихо, и то религию принимали там какую-то, хотя она им была по кумполу, они знали, что есть просто вот простые истины, что Бог, который нам помогает. Я и Бог, это вот я с Солнцем, я на берегу залива морского вижу Солнце, и от Солнца идет ко мне солнечная дорожка, и она всегда направлена только на меня, исключительно. То есть Солнце есть мой орган, высший орган, и без него я был бы просто мошка, а с ним я все. То есть вы представьте, насколько человек богат своими возможностями, если он имеет еще один орган, Солнце. Ну, вы скажете, и другие же имеют. Да, и другие имеют. Это такой орган, который всем принадлежит. Всем. Коммунизм. Самое ценное для всех. А вот индивидуальное остальное, ну, пожалуйста, это для каждого. Так что, вы видите, коммунизм был изначально запрограммирован. Мы просто его определили из наблюдений, что еще член есть один у человека, это Солнце. Ну, а поскольку он для всех людей, то значит, через Солнце люди объединяются в целое, дружное, прекрасное, счастливое, взаимопомогающее. Как все просто. И вот в нашем мире идиотском, где воюют, делят, воруют, потом превращают свою жизнь в ад. Ведь кто-то, даже если он не на войну пошел, вернее, может быть, его и погнали там, неизвестно как, или он зарабатывает там, или, может быть, идеалы защищает, но это все-таки лучше. Здесь вот человек, если он даже и односторонний в чем-то убежден, но он убежден. И героизм его не вызывает сомнений. Он пошел из-за того, чтобы защитить свою Родину. Какая она, и та, и другая, из борющихся сторон, но все-таки с этим человеком можно разговаривать с большим уважением. И даже независимо от того, права ли вообще его сторона, или его страна, или нет. Он убежден, что он должен помочь своей Родине. Это, конечно, не общее решение проблемы. Да, если обе стороны будут дружно помогать своей Родине, то война никогда не закончится. Потому что они будут на износ биться. Обе стороны пока, как они, американцы мечтают, до последнего украинца, ну и, естественно, до последнего русского. Все не пройдет. То есть какое-то сокращение дробей, да, получается страшное. А нам этого не надо, славянам. Нам нужна дружба, мир. И русские, и украинцы, чтобы были и не колотились в идиотском соревновании. Кто ж больше, но убивает и с противоположной стороны. Вот видите, как все просто и как все глупо сейчас. И силы зарабатывают на поставках оружия. Там воровство процветает. Почему с Украиной хорошо американцам? Потому что с Украиной проделывать вот эти вот нелегальные схемы и воровства очень легко. Потому что там все воруют, продают, и они иначе жить не могут. У них это как бы священная заповедь. Воруй, если можешь. Воруй, если ума хватает. И так далее. Вот все вот в этом духе. Ну, это не вселенский принцип. Это принцип вот нашего суетного мира, где на несчастье общелюдском наживаются какие-то хитрецы. Воры и практически подонки. Прямо так сказать. А то все мы как-то мягко их ворами. Это не воры. Они здесь зарабатывают себе в карман. Если не в грузовик. Золото или там не золото, не важно. Но что-то то, что ему будет якобы служить верой и правдой. Да, эти люди, конечно, печальны. Но нам-то нужно думать о другом. Нам нужно думать о том, как планету уже подвести, наконец, к состоянию счастья. Чтобы война была чем-то таким омерзительным, что ни один человек бы ее не поддержал. Понимаете? А то у нас же масса всяких. Но война национально-освободительная. Но война там еще антиколониальная. И вроде как, ну как тут-то? Понимаете? А там у нас разрешили где-то военный способ, так сказать, действий. И то, и значит, уже война допустима. А она ни в каких формах недопустима. Просто нужно создать такие условия на земле, чтобы не было подобного рода конфликтов. Дележки земли, дележки культурного региона или религиозной принадлежности. Чтобы не было ничего такого, у кого лучше, у кого хуже. Всем все есть. Все просто, ясно. Светит солнце. Все народы равны перед Богом. И перед собой, как обществом, единым обществом на земле. И вот в этом плане, сказал Водолей, мы еще ничего не сделали. И как неразумные боремся друг с другом. Вольган, халя. А, Сергей. И в спрехе... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok